Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на законченной квартире. Постепенно мы здесь уже передаем ее заказчику. Мне приехало буквально пару вещей, люстр. Надо поставить пару шкафов, завести мягкую мебель, но в целом отделка закончена. Поэтому сегодня я уже для вас сниму предварительный обзор. И как только заказчик въедет сюда, я уже сниму полный обзор со всей мебелью, со шторами, с картинами, чтобы увидеть полностью готовый интерьер. Итак, давайте перейдем в режим Дум-2 и посмотрим, что у нас здесь в квартире. Но перед тем, как сделать обзор, давайте мы похвалим вот этого молодого прораба. Зовут его Тимофей. В описании ссылочка на него. Тимофей уже со мной работает больше года. В августе прошлого года он ко мне пришел. В 23 года после армии молодой, зеленый. И за год стал полноценным прорабом, который ведет 15 объектов. И все, что вы видите, организовано им. Вот в 24 года организовать такой ремонт с таким качеством вам слабо или нет, друзья? В ближайшее время у Тимофея еще планируется много квартир. Потому что прорабствовать он активно начал где-то в мае. И сейчас как раз все квартиры, которые он начинал, начинают сдаваться. Поэтому в ближайшее время вы увидите много его законченных проектов. Хочу от себя ему пожать руку. Вот 24 года, просто красавчик. Спасибо. Перейдите обязательно на его блог. У него уже 14 тысяч подписчиков. Он еще обо всем этом и снимает ролики, показывает. И хорошо даже в Инстаграме заходит. Все. Тимофей, пока. Я пошел снимать обзор. Итак, у нас с вами квартира. Площадью 48 квадратных метров. Это евро-двушка. Сейчас мы находимся в кухне-гостиной. Здесь еще есть балкон. Балкон холодный. На нем висит, видите, блок кондиционеров. Натяжной потолок, кстати, натянут. А на полу будет террасная доска. Пока еще до нее не дошли. Итак, в кухне-гостиной у нас на полу уложен ламинат. Ламинат уложен единым контуром с коридором. Посмотрите. В коридоре плитка 60 на 60 с теплым полом. Такая же плитка у нас в зоне кухни. И на фартуке. Кухня с двухсветными фасадами. Ковертач. Красивый, аккуратный, большой холодильник. Стоимость этой кухни примерно 300 с чем-то тысяч рублей без техники. Потолки здесь у нас натяжные с точными светильниками. Ждем еще приезд в пару люстр. Скрытые карнизы. Причем скрытый карниз. Смотрите, как реализованы. В этом месте у нас не плита монолитная, а вот это сам натяжной потолок так завернут. И обратите внимание, что скрытый карниз вот с этим потолком встроен заподлицо. Теперь у нас потолочники таким образом делают. И нам не надо вот эти ниши подготавливать. И в любом месте можно сделать скрытый карниз. На стенах у нас с вами обои. Здесь однотонные обои. Посмотрите. Вот они однотонные. Здесь обои с рисунком, с птичками красивые. Плинтус сделан в одном цвете с дверьми. В одной компании это заказывали. Это МДФ плинтус с пленкой. То есть он сделан в один цвет с наличниками. Фартук посмотрите какой огромный. Плитка 60 на 60. Фартук делался после установки кухни. Естественно. Сначала поставили кухню. Потом подвели фартук. И тоненькая полоска силикона. И с этой стороны тоненькая полоска силикона. К потолку тоже тоненькая полоска силикона. И во внутреннем углу тоже тоненькая полоска силикона. Таким образом. Здесь затирка вывалилась. Отрещать не будет. Здесь все аккуратненько. Плитка столешницы не касается. А здесь у нас внешний угол. Видите? С плоскостью обоев. Здесь просто поставили вот такой алюминиевый уголочек. Мне алюминиевый уголки очень нравится. Давайте отойдем с вами. и на расстоянии трех метров он уже не бросается в глаза, смотрится все это очень эстетично и аккуратно. Далее, примыкание у нас пола сделано в плитке ламината через Т-образный алюминиевый черный порожек. Как это делается? Посмотрите, порожек очень узенький, он уже моего пальца, у него такие скосы по бокам, вы об него не запнетесь никогда, его не надо крепить на саморезы, вы оставляете где-то 8 мм зазор между ламинатом и плиткой, и на фиксит, вот этот Т-образный порожек туда вклеивается. Фиксит это очень мощный пластичный клей, он это склеивает с плиткой так, что ламинат в этом месте не ходит холюно. И в результате, посмотрите, какой длинный порожек, при этом вот в этом месте, даже тяжело найти, вот видно немножко, вот здесь вот сделан, ну почти незаметно, сделан стык двух этих порожков, в глаза вообще не бросается. Сразу же не найдешь, и очень аккуратно смотрится. Регулятор, кстати, теплого пола, обратите внимание, сделан у нас на фартуке, куча розеток на фартуке, обычный смеситель, здесь посудомоечка, здесь духовка и большой холодильник. Телевизор будет у нас находиться как раз напротив дивана в этом месте. Сделаны у нас выводы под радиатор из стены, то есть они были из пола, мы их перенесли и сделали из стены. Столешница использована в виде подоконника, то есть это обычная ЛДСП, здесь довольно толстые стены, это у нас в кудре уже как капитал, строит рест с толстой стеной, поэтому такой вот мощный, хороший из ЛДСП подоконник. Очень хороший материал для подоконников, розеточка есть в откосе. Откосы штукатурные, здесь сделан профиль примыкания между штукатуркой и окном, специальный оконный профиль примыкания, а здесь у нас аккуратно откосы подведены с обоями, без всяких уголков. Угол квадратный, жесткий, потому что там внутри есть металлизированный уголок. Теперь давайте посмотрим быстренько коридор. Здесь у нас ламинат идет, также через черный порой соединение с плиткой, регулятор теплого пола, у нас заменена, естественно, вся электрика в квартире, звонок, пожарная сигнализация, натяжной потолок, видите, вот тень идет, это у нас закладная под будущей двери купе. Здесь в этом месте гардеробная, причем обратите внимание, вот эта ниша раньше была сделана со стороны санузла. Чтобы сделать нормальный санузел, мы эту нишу, вот здесь была у нас стена, то есть это была со стороны санузла такая ниша бесполезная, и мы эту стену перенесли туда, и стиральную машину поставили с этой стороны, и получилась такая гардеробная постирочная. А в санузле у нас благодаря этому получился нормальный квадратный санузел, нормальной квадратной формы, где-то около 4 квадратных метров, в которой как раз идеально встала ванна-литевой мрамор в три стенки. Мы всегда сначала ставим ванну, потом от нее укладываем плитку. Благодаря этому посмотрите, какое аккуратное примыкание получается. Не нужно никаких толстых слоев силикона, не нужно никаких бордюров. Просто поставили ванну, от нее уложили плиточку, сделали фасад из плитки. Вот эта плитка на магнитах, она снимается. Есть специальный зазор, чтобы ее вынуть оттуда. И эта ванна идеально прослужит, не будет раздражать, ничего здесь не будет чернеть, желтеть. Здесь смеситель скрытого монтажа с тропическим душем, лейкой и обычным смесителем для наполнения ванны. Вот такая вот раковина со столешницей и накладной раковиной. Большое зеркало с посветочкой. А с этой стороны инсталляция с кнопочкой. Гигиенический душ. Причем сам смеситель у нас находится внутри щитка, сейчас я вам покажу. А здесь у нас идет, выходит только получается такой хромированный кранчик, который открывает, перекрывает воду в душе. Все, у нас открыто, нажимаете, отсюда вода. Перекрыли, лейка не находится под давлением. Сейчас я вам покажу, вот в этом месте у нас находится скрытый люк. Итак, вот наш скрытый люк. У нас регулируемые коллектора, хорошие амитроповские краны, которые легко открываются, не закисают. Датчики протечки, редуктора давления, обратные клапана, большие фильтры, колбы, проточный водонагреватель. Также обратите внимание, что вот он термостатический смеситель от гигиенического душа. Стоит он порядка 8000 рублей, фаровский. Вы можете вот на нем здесь вот отрегулировать температуру. За счет коллектора, либо этого крана вы можете отрегулировать давление на этом душе. И один раз его настроить, выставить, и всегда у вас оттуда будет течь там теплая водичка комфортная, которая вам нужна. А этот кран как раз таки перекрывает саму лейку, чтобы она не стояла под давлением и не потекла. Также здесь у нас есть, естественно, теплый пол. И вот такой вот аккуратненький порожек сделан между плиткой, точно такой же, как я показывал и ламинатор. Потолки, естественно, в самом деле у нас натяжные. Теперь мы с вами переходим в спальню. Здесь поменяли раскладку, потому что окно идет с другой стороны. Плюс, видите, здесь под углом входило, было бы некрасиво. Здесь тоже установлен Т-образный порожек. В проемах они вообще шикарно стоят, потому что все это дело дверью придавлено. И здесь у нас спальня. Изначально это было единое помещение. Вот эта гардеробная была выстроена стена, отделена отдельно гардеробной 4 квадратных метра. Это чисто спальня, то есть здесь будет кровать. Нет, если нет, телевизор. Ступенька сделана из ламината с алюминиевым уголочком. И повторяет этот контур, видите, ламината, раскладку. Также подоконник из ЛДСП. Радиатор с подводами из стены. Скрытый карниз тоже сделан из натяжного потолка. Ничего не штукатурного с ней поклевалось в этом месте. И отдельная гардеробная. Где-то около 4 квадратов. Поставили сюда стену. Уже подзавалены какими-то вещами. Большая, хорошая отдельная гардеробная. Здесь тоже с натяжным потолком. Я думаю, это грамотное решение было. Отделить вот такую гардеробную, чтобы спальня была небольшого размера. И лучше отдельная гардеробная с отдельным входом. Вот такая интересная квартира получилась. Стоимость этой квартиры по работам где-то вышла 15 тысяч квадратный метр по работам. Без учета монтажа дверей, натяжных потолков. И без учета монтажа кондиционирования. Черновых материалов здесь ушло где-то 10 тысяч рублей на квадратный метр. Все по маякам выровнено. Все полы залиты финишным выравнителем. Все выравнивалось. Новая электрика, новая сантехника. Коллекторная хорошая. Хорошие качественные материалы. То есть все заново сделано полностью капитальный ремонт с небольшой перепланировкой. То есть 25 тысяч рублей квадратный метр умножаете на 48. Получите сколько обошелся ремонт работы и черновые материалы. Я думаю, что на отделочные материалы здесь потрачено не менее полумиллиона рублей. Это еще где-то, считайте, около 10 тысяч за квадрат. Это именно частовые материалы и сантехника. Кухня стоила не меньше 300 тысяч рублей. Плюс техника не менее, не знаю, там 250 тысяч рублей. Сюда еще мебель добавьте. В общем, еще где-то тысяч на 15 квадрат выйдет. Итого квартира под ключ выходит где-то под 50 тысяч рублей квадратный метр. То есть где-то 2,200-2,5 миллиона за такую квартиру, что я вам показал. Современным долларом, современным евро вам придется выложить на 48 квадратов. Ремонт сейчас это совсем не дешево. Тем более такого уровня, где все сделано качественно, аккуратно на долгие годы. Наши работы это всего 15 тысяч квадрат. Все остальное это уже расходы заказчика ради самого себя любимого. То есть 35 тысяч квадрат уходит на черновые материалы, на мебель, на кухню, на отделочные материалы. И 15 тысяч всего лишь, то есть 30% уходит на работы. Но, друзья, какие бы вы качественные материалы ни купили, сами на стену они не запрыгнут. И, конечно же, надо нанимать хорошую команду. Тем более мы работаем официально, тем более мы даем пятилетнюю гарантию, тем более мы здесь все сами организовывали, решали все проблемы. И повторюсь, посмотрите, сейчас вот в таком виде мы сдаем квартиры заказчику. Все отдраено, все отмыто. Тут, по сути, даже особо клининговые компании нанимать не надо. Заказчик придет, ну где-то что-то может еще протрет получше. Даже окна посмотрите, все у нас отмыто. И это входит в стоимость наших работ. Под ключ мы сдаем квартиры. При этом сюда нам еще придется по-любому приехать, там поставить какие-то люстры. Может быть заказчик попросит какие-нибудь полочки повесить, еще что-то. То есть мы с заказчиком до самого конца. Да, и принцип нашей команды это, что мы уходим последними. То есть мы сделали отделку, потом пришли дверщики, мебельщики, все напылили, нагрязнили, поубивали. Мы все это пришли, восстановили, все это делали. И мы всегда уходим последними, пока заказчик не начнет полноценно жить в квартире. И ему не придется больше тратить своих сил. Не знаю, на что-то там, на монтаж чего-то, на установку еще чего-то. При этом мы с заказчиком всегда остаемся в хороших отношениях. Дальше продолжаем общаться, нас всегда рекомендуют. И если им что-то нужно, они всегда к нам обратятся. И мы им, конечно же, поможем. На ручки не обращайте внимания, они стоят временные, другого цвета. Их поменяют, потому что заказные какие-то крутые ручки, они придут чуть попозже. В целом, прошу вас, чтобы вы написали в комментариях, как вам эта квартира, понравилась или нет. Оцените, пожалуйста. По ценнику я вам все рассказал. Полный обзор примерно сделал. В ближайшую, не знаю, неделю у меня будут выходить полноценные ролики по каждому моменту по этой квартире. Расскажу вам про порожки, про обои, про скрытые карнизы, про все это выйдут отдельные небольшие ролики, чтобы вы проще усваивали информацию и могли отдельно задавать вопросы по каждому моменту. Поэтому обязательно переходите в профиль, кто еще на меня не подписан, подписывайтесь. И скоро эту квартиру вы увидите полностью разложенной на атомы. Со всеми технологиями, со всеми моментами я расскажу. Но как только заказчик сюда полноценно въедет, мы возьмем у него отзыв и снимем эту квартиру еще раз, уже законченную, со шторочками, обжитую. Чтобы понять, как эта квартира будет выглядеть в самом конце. Надеюсь, ролик вам понравился. Еще раз перейдите в описании и подпишитесь на Тимофея, потому что парень в 24 года уже организовывает такие ремонты. Это мой прораб, это мой ученик. Я счастлив, что у меня есть в команде такие молодые парни, причем еще и спортсмены. Поэтому всем хорошего времени, дня, вечера. Не знаю, что у вас там. До новых встреч. Пока.